Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Daily Europe Online. У меня в гостях Константин Натальевич Боровой, известный общественный деятель, политик и предприниматель. Здравствуйте, Константин Натальевич. Здравствуйте, Михаил. Ну что ж, Константин Натальевич, три дня мы наблюдаем, как Анатолина ворвалась как нож в масло в Курскую область, добилась там определённых успехов, заняты определённые территории. Россия ничего с этим сделать не может. Вот стороны наращивают своё присутствие в Курской области. И мы понимаем, что произошло действительно два грандиозных события. Первое. Впервые на территорию России каноническую, так называемую, ворвалась иностранная армия с момента окончания Второй мировой войны. И второе. Впервые западные союзники не помешали Украине провести операцию на российской территории. Насколько для вас это стало неожиданным, удивительным? Насколько для вас это стало то, что в английском языке называется «inspiring», то есть насколько это вас вдохновило? Потому что в Украине людей, военных, это, безусловно, очень и очень вдохновляет и заставляет вернуться в те ощущения, которые все испытывали в марте-апреле 1922 года, когда Украина отстояла свой суверенитет и долобои государств-агрессору. Вы абсолютно правы. Это, безусловно, серьезно значительное событие в истории этой войны. Ответ от Украины показывает, что настроение, энергия, желание сопротивляться агрессии, оно велико, несмотря на довольно мощную антиукраинскую пропагандистскую кампанию не только в России, но и в мире. Вот это, я сравнил бы это с героическими усилиями Украины в самом начале войны, когда президент Зеленский отказался подчиниться обстоятельствам, приказам, повторить вот этот сценарий Крыма, начал оказывать сопротивление. Это очень серьезная позиция, и самое главное – это некоторые новые условия для переговоров, когда Путин, ну, в общем, не будет выдвигать такие что ли абсурдные, наглые требования, освободить еще часть областей, Курской, Луганской, вот. Это победа, победа Украины очень… Там неважно, сколько обсуждается вопрос, там до тысячи человек или несколько десятков тысяч, важно, что это совершено, что это произошло, это победа. Ну, вместе с тем, Константинович, конечно, поднимается вопрос предыдущих трех лет военных действий и тех ограничений, которые западные союзники накладывали на Украину. Здесь Алексей Аристоевич прав, поскольку мы изначально имели дело с асимметричной ситуацией, то есть когда против тебя воюют так, как считают нужным, Россия воевала так, как она считает нужным, а Украине постоянно и методично раздавали рекомендации, как ей воевать, сюда не заходить, здесь не бомбить, туда ракету не отправлять, собственно, не заходить на территорию России. То есть, по сути, Запад делал все, чтобы инициатива навсегда была на российской стороне. Как вы считаете, здесь какие-то облады нужно делать, применительно к Западу? Я бы не потреблял термин «Запад», потому что именно Запад помогает Украине. Именно Великобритания, страны Балтии, Польша, все ограничения, о которых вы говорите, это демократическая администрация, сегодняшняя власть Соединённых Штатов. Ограничения серьёзные, связанные они с тем, что они оказались у власти, в том числе усилиями самого президента Зеленского, во-первых. А во-вторых, они находятся в договорных отношениях с Путиным, традиционно социалисты, и это тоже было известно, и это тоже было известно ещё до войны, об этом мы говорили и с вами в том числе говорили. Так что здесь ничего нового, так сказать, необычного. Каждый раз, когда вы отправляетесь в поход, в серьёзный поход, так сказать, с неверным союзником, ну, надо понимать, надо рассчитывать на то, что он может предать. Ну вот это предательство, оно размазано по всему времени войны, то есть начиная с начального момента, когда США заявляли, что не будут принимать участие в этом конфликте, и кончая, ну, самыми последними там каким-то заявлениями, действиями. Во время Второй мировой войны было сочинено очень много разных песен, фольклора, точно так же, как в Украине на протяжении трёх лет агрессии России, поскольку эта война, безусловно, для Украины народная. В то же время в России вообще ничего не сочинили, ничего не родили деятели культуры, я имею в виду из каких-то серьёзных, скажем так, шедевров, произведений и прочее. Это говорит о том, что эта война для россиян она чужая. Некоторые считали, что она чужая, потому что она проходит на территории Украины. Но вот сейчас, когда Украина дала ответку и вторглась на территорию России каноническую, мы видим, что никакого народного подъёма в России нет, и люди продолжают жить той же жизнью, которой они жили до этого. То есть, попросту говоря, им плевать на Курскую область, россиянами, я имею в виду. Для вас это удивительно? Я бы не преувеличил всё-таки явление, с которым мы столкнулись. Значит, мы должны гордиться Украиной, её вооружёнными силами, но мы также должны понимать, что перелома пока не наступила. И, к сожалению, он не может наступить до тех пор, пока Украина не будет получать полноценное оружие для сопротивления. А это произойдёт тогда, когда эта администрация отойдёт от власти. Это произойдёт 20 января 2025 года. Пока это… Ну вот по реакции Путина, которая проанализирована уже довольно подробно, первая реакция – это отсутствие реакции. На самом деле это не воспринимается как серьёзное событие Путиным, его окружением. И затем на второй, на третий день реакция в общем очень вяло. Ясно, что Путин не очень волнует неудобства, связанные с войной, неудобства простых граждан. Тем более, что, как мы выяснили после просьбы этих обмененных российских демократов, после их просьбы позаботиться о простых граждан, мы в общем поняли, что простых граждан нету такого понятия. В общем, к сожалению, поддержка этой агрессии российской осуществляется в том числе и на уровне простых граждан. Об этом свидетельствует и желание участвовать в этой войне, служить, просто заработать деньги. Константинович, сегодня разразилась дискуссия, не знаю, насколько вы её заметили в Фейсбуке. Дискуссию инициировал Лев Шлозберг, известный яблочник, который, кстати, я брал у него тоже когда-то интервью. Он, бессловно, он, скажем, известный человек, потому что он возглавлял газеты «Псковская губерния», был депутатом Псковского городского совета, даже по голове получал за то, что он опубликовал статью о псковских десантниках ещё после аннексии Крыма и, собственно, оккупации отдельных районах Луганской, Ленинской области, когда Россия не признавала, что она по факту воюет на территории Украины. Ну так вот, он заявил о том, что существует партия крови. То есть партия крови — это вы, ну он вас не упоминал, я утрирую, то есть это вы, там, я не знаю, может Яшин, может Крамурза, Шендерович, то есть все, кто радуется успехам Украины. На что Шендерович ему ответил, ну я так литературно не могу воспроизвести, как это сделал Шендерович, но смысл сводился к тому, что позиция Шлозберга — это соглашательская позиция с российской властью, это, по сути, такая интеллектуальная эквилибристика, направленная на оправдание российских преступлений, попытку уравнять преступника с жертвой, так, и попытка разводить гуманизм там, где гуманизма в принципе разводить не стоит. И необходимо помнить, что войну начал Путин, поэтому все жертвы в Курской области — это снова-таки ответственность Владимира Путина. Вы согласны с позиции Шендеровича о том, что вот эти рассуждения про партию крови, которая не должна иметь никакого отношения к российской политике в будущем, потому что она выступает за акт агрессии против российских граждан, это рассуждения соглашательские, рассуждения, ну скажем так, в духе поддержки Путина? Ну это не первый случай. Довольно громкие выступления звучали тогда, когда многие общественные деятели, политики говорили, что поддерживать Украину — это значит бороться с, вы помните этот термин, нашими мальчиками. Это продолжение той же самой идеи о том, что есть некие наши мальчики, которых заставляют насиловать, убивать, совершать воинские преступления. Но я бы не назвал это соглашательской позицией, я бы назвал это преступной позиции, оправдания, агрессия, оправдания, знаете, ну очень нецивилизованных действий. Понятно причина, многие люди, многие политики или околополитические деятели, оставшиеся в России, они пытаются сотрудничать с властью, пытаются оставаться популистами, политиками. В их представлении поддерживать собственный народ. Ну это было и сто лет назад, кстати говоря, было, когда часть белой миграции с сочувствием относилась к народу, который страдает от большевиков, и шло на сотрудничество с большевиками. Вот и поддерживала, и участвовала, там создавали агентурные сети, участвовала в проектах большевиков. Но это преступная деятельность, к сожалению. Если очень коротко называть вещи своими именами, вот очень жаль, что яблоко выродилось в такую грушу, гнилую форму. Яблоко выродилось в грушу. Константинович, 25 лет с тех пор, как Путин пришел к власти, вы 25 лет назад уже говорили во всеуслышанье в здании Государственной Думы на пресс-конференции о том, что Путин — это опасность, Путин — это взрывы домов России, Путин — это зло, Путин — это агент КГБ. Об этом говорили очень многие. Сотрудник КГБ. Что? Сотрудник КГБ. Сотрудник КГБ, да, который говорил на коллегии ФСБ, поздравьте меня, или как-то поздравляю вас, задание выполнено, мы пришли к власти. Так вот, все игнорировали ваши заявления, не только ваши ряда, скажем так, других деятелей, которые тоже выступали против Путина. Все игнорировали доклад Салье, который описывал преступления Путина, ну, коррупционные только, начало 90-х годов. В общем, 25 лет Путин сидит у власти. Это очень и очень много для правителя. Это очень тяжелые годы для России и, в принципе, для окружающей России стран. Можно ли было все-таки предотвратить приход Путина к власти и, скажем, инсталляция КГБиста власти в России, она что, была неотвратима? Да, она была неотвратима в 1999 году, когда принято было решение Ельциным о передаче власти. За власть в России претендовали две группы. Одна группа возглавлялась Путиным, а вторая группа, серьезная претензия к власти, возглавлялась Евгением Максимовичем Примаковым, Примаков-Лужков. Ну, это, в общем, та же самая модель КГБ. Евгений Максимович, в отличие от офицера КГБ, там, пятого управления политического Путина, Евгений Максимович, он возглавлял КГБ, фактически, советскую разведку, вот, другого уровня. Но конкуренция шла между двумя группами сотрудников КГБ. Вот, остановить этот процесс можно было. Мог Ельцин остановить, мог, могло общество остановить. Был прекрасный кандидат, не без недостатков, но приемлемый Борис Ефимович Немцов. Вот, но у него был недостаточно высокий рейтинг. Ельцин, семья, окружение Ельцина считало это большим риском поддержать Немцова. Поэтому они пошли на соглашение с КГБ, с этой достаточно мощной структурой, которая продолжала пропагандистскую кампанию, которая продолжала участвовать в общественной и политической жизни России. Вот, это была не ошибка, это было преступление. Мы об этом говорили и Ельцину. Но преступление это началось еще в 1994 году, когда Ельцин принял решение в противоречии с Конституцией 1993 года, что Россия – это федеративное государство. Он начал воссоздавать унитарное государство, имперское. Ему очень помогали в этом люди из его окружения, те же самые бывшие сотрудники КГБ, очень многие разные. Так что причина этого явления – это ошибки или преступления власти. Мы боролись тогда с Ельцином, делали заявление о прекращении поддержки президента Ельцина, который пришел к власти не без нашей помощи, но он приходил к власти, заявляя о том, что он будет продвигать, строить демократическое общество. И подтвердил это там многими разными способами, в том числе принятием Конституции, противостояние с коммунистическим переворотом ГКЧП, потом попыткой переворота Рудского и Хазбулатова. Но, видите, человек слаб. В какой-то момент он изменил своим принципом. Если бы был жив Андрей Дмитриевич Сахаров, который, собственно говоря, вот эта межрегиональная группа продвигала Ельцина, сделала его лидером, группа, которая возглавляла Сахаров, ну, это все было бы невозможно, конечно. Но Сахарова уже не было, а многие, те, кто поддерживал Ельцина, были выдавлены из его окружения, а в окружении появились чекисты. То есть это такая, знаете, традиционная, стандартная, что ли, история прихода к власти на волне позитивной, с позитивными призывами, а потом уничтожение или отстранение от власти ближайшего окружения и превращение власти в авторитарную. В общем, имперская власть в России стала уже в конце 1994 года, с началом Первой имперской войны, чеченской. Вот, а авторитарной она уже стала ближе, конечно, к 1999 году. Сама процедура передачи власти – это процедура недемократическая. Вы знаете, я сейчас читаю мемуары Сергея Полоскова. Для зрителей скажу, не путать с Иваном Полосковым, которого выдвигал Горбачёв противовес Ельцина на пост председателя Верховного Света России. Так вот, Сергей Полосков, он был одним из депутатов такой вот политической силы, как «Новый политический курс смены», как-то так они назывались в Верховном Совете. И, собственно, он был из Нижнего Новгорода, оттуда же, откуда и Борис Немцов. И Полосков, описывая это время, он говорит о том, что журналисты, они лепили из Ельцина культ и не обращали внимания на очевидные промахи политики Ельцина, в том числе то, что касалось шоковой терапии и отпуска цен. То есть вместо того, чтобы, скажем, делать постепенно, постепенно, то есть реформировать экономику, вводить рыночную систему, в ноябре 1991 года, пишет Полосков, было анонсировано, что будет отпуск цен. Производители задерживали, понимая, что впереди будут повышены цены продукцию. Полки опустили. И потом, значит, когда наступило 1 января, резко цены отпустили, цены, они взлетели вверх. И это ударило по простым людям. И, собственно, политика Ельцина сводилась в тот момент к концентрации власти, то есть то, о чем вы говорите, и к слепому выполнению рекомендаций международных партнёров. Насколько эта точка зрения состоит, насколько вы согласны с ней? Михаил, я вам не рекомендую читать. Вот этот мусор — это идиотская точка зрения. Она была очень популярна, распространена в те времена. Егор Тимурович Гайдар очень остроумно однажды ответил на претензии Рудского по этому поводу, или Явлинского, который продвигал свою программу 500 дней, в общем, программу государственного капитализма, что, к сожалению, перепрыгнуть пропасть в два прыжка невозможно. Огромное количество вот этих людей из Верховного Совета, которые давали исторические, экспертные оценки, ну просто недоумков. Поверьте мне, человек, который в Верховном Совете отвечал за биржевую деятельность, я вынужден был с ним общаться, я возглавлял биржевой союз, самую крупную биржу, он просто не понимал, о чем он говорит, он был таксистом, понимаете, таксист с восьмью классами образования, объяснять ему, я это делал, объяснял ему, что такое фьючерсы, опционы, слушал, но я видел по глазам, что он вообще ничего не понимает. Ваш Полосков, видимо, из той же плеяды, идиотов, которые имеют свою точку зрения на исторические процессы, не тратьте на это время, Миш, это неинтересно. В сумасшедшем доме очень много людей, в которых тоже есть свои взгляды на процессы, не только в России, на мировые процессы, и на, более того, на глобальные процессы в Солнечной системе. Но не тратьте время, это неинтересно. Константин, чьи завершения дебаты именно в Штатах Америки, которые должны пройти 10 сентября, наконец-то стороны согласились, скажем, схлестнуться в дебатах на канале ABC, и сейчас все находятся в ожидании этих дебатов. Что вы прогнозируете от этих дебатов, и как вы оцениваете кандидатуру вице-президента, которую предложила Камела Харрис? Многие считают, что отказ выдвинуть более популярного губернатора Шапира, губернатора Пенсильвании, связан как раз с национальностью Шапира, с его, скажем, нескрываемыми взглядами на синизм в молодости, когда он жил долгое время в Кибуце, и, скажем, нежеланием демократа выдвигать такого кандидата вице-президента, и как бы солидаризироваться, отождествляться с ним. Насколько эта точка зрения состоятельна, что в демократической партии, скажем, отказались выдвигать Шапира по причине его национальности? Ну, очень может быть, мы с вами не знаем внутренней кухни, но очень похоже на то, что демократическая партия США продвигает сегодня антиизраильскую, антисионистскую, антисемитскую повестку, вот, и ассоциироваться с человеком, который в какой-то степени поддерживает Израиль, им не хочется. Вот, но это предположение, внутренняя кухня значительно сложнее. У нас с вами кандидат в президенты, Кэмела Харрис, она сегодня очень не любит, не хочет отказываться от общения с журналистами, средствами массовой информации, всячески избегает. Она не оратор, она не очень умна, понимаете, и я думаю, что эти дебаты не будут провальными для Кэмела Харрис только в случае, если ей будут помогать арбитры, журналисты. Вот, и, ну, так оно, видимо, и будет. Компания антитрамповская, такая очень нецивилизованная компания, пропагандистская, она продолжается, продолжаются попытки продолжить судебные процессы. сама Кэмела Харрис очень активно продвигает это, заявляет о том, что она бывший прокурор, поэтому очень хорошо знает этих преступников, таких-то, как Трамп, ну, нецивилизованная, очень нецивилизованная, очень неамериканское поведение. Это будет трагедией для Соединенных Штатов, если победит демократическая партия. По последним опросам, значит, Кэмела Харрис еще не лидирует, так сказать, ситуация вернулась в состояние до момента, когда вот произошли дебаты между Трампом и Джо Байденом, на которых Джо Байден, ну, провалился, продемонстрировал свою неспособность, так сказать, к жизнедеятельности. Вот, ситуация пока, вернулась в то состояние, когда несколько штатов были в социологической точке зрения, были в состоянии неопределенности. Вот, ситуация развивается пока в положительном направлении для Кэмела Харрис, но это не значит, что она успеет измениться радикально. Все-таки, и это сейчас обсуждается, действия республиканцев, если будут очевидны фальсификации, признают ли они результаты выборов, а если не признают, то как? Знаете, значит, как же там это звучит, Пятачок знал, что слонопотамы любят поросят, но его интересовал вопрос, как они их любят, понимаете? Вот, это такой философский, риторический вопрос. Понятно, что это будет, что Кэмела Харрис может победить, демократы могут победить только с помощью фальсификации, потому что сегодня карта Соединенных Штатов выкрашена в красный цвет, республиканский, доминирующий. Остались несколько штатов, где губернаторы, демократы. То, что касается вице-президента Волса, нового, но он из демократов и о нем известно то, о чем говорят журналисты, он лжет не краснее. Вот его особенность такая. Но это, видимо, единственный способ продвигать социалистические идеи в Соединенных Штатах. Мы с вами еще знаете то, что касается Путина. Я бы хотел сказать, что очень важен тот момент, когда Путин превратился из сторонника демократии в автор демократера. Этот момент наступил где-то в 2004 году. Это последний раз, когда были выборы, в которых безусловно использовался административный ресурс, но уже был арестован Михаил Ходорковский, подавлялись средства массовой информации и к выборам 2008 года подошел уже совершенно другой. Путин. Путин, который укреплял свою власть с помощью вот той стратегии, с помощью которой он пришел к власти. Это война, тогда это была чеченская война в 1999 году и взрывы домов, то есть желание напугать граждан, а в 2008 году это грузинская война, попытка автократа, уже не демократического лидера контролировать власть таким нецивилизованным путем, тем более, что к выборам 2008 года уже была произнесена мюнхенская речь, по-видимому, граждане мало обратили на это внимание внутри России, но весь остальной мир хорошо понял с чем, с каким явлением он имеет дело. Мюнхенская речь это речь фюрера, сторонника автократии, сторонника фашистского государства. Константинович, я вот вам задам тогда встречный вопрос, вот вы говорите, скажем, о том моменте, который, на ваш взгляд, стал ключевым в переходе Путина от демократии к переломным, от момента перехода Путина от демократии к диктатуре. Но ведь был еще один момент, на мой взгляд, даже более важный, то есть то, с чего начал Путин, это даже было не телевидение, а реформа Совета Федерации, ведь сколько было нареканий, когда губернаторы, они заседали в Верхней Палате Парламента, то есть да, фактически происходило слияние исполнительной и законодательной ветви власти, то есть в идеале, конечно, губернаторы не могли заседать верхнее платье Российского Парламента в Совете Федерации, но по факту реформа и изгнание оттуда губернаторов стало началом концентрации власти Владимира Путина вместе с созданием так называемых федеральных округов. А почему губернаторы так легко просто дали себя изгнать из Совета Федерации? А ведь Совет Федерации имел очень важные ключевые полномочия по назначению генерального прокурора, по его снятию и прочее, прочее. Мы помним, как бдался Ельцин Советом Федерации Строева, когда они могли уволить, убрать Скуратова и так далее. Почему так легко губернаторы проглотили это? Ну, понимаете, кроме видимых инструментов воздействия на власть, на губернаторов было огромное количество неявных, невидимых инструментов, среди них пропагандистская кампания. Почему бизнес позволил в 2003 году спокойно это просеял арест Ходоковского? 2003 год, октябрь, по-моему, вот, и реакция же была очень спокойная, никаких там забастовок, протестов, была включена пропагандистская кампания, тогда довольно примитивная, такая, я бы сказал, базирующаяся на антисемитских установках, вот, и проникновение в бизнес чекистов, это тоже очень, не очень видимая часть, так сказать, развития ситуации в России, оно было уже колоссальным, уже многие, значит, из окружения Путина, вот эти члены кооператива озера, тема эта развивалась очень сильно, так сказать, ну, обсуждалась во всяком случае, и уже были, включались инструменты неявного воздействия на региональных руководителей и очень такого силового воздействия, я хочу напомнить, что группы экономические, ну, и в том числе и бандитские группы региональные, они просто физически тогда уничтожались чекистами как конкуренты, вот, и было несколько случаев убийств таких, сам процесс Ходорковского, это очень показательный пропагандистский процесс, который показал отсутствие каких-то ограничений у Путина в принятии решений, вот, и демонстрация силы была очень явной и очень убедительной, скажем так, и не только в 2003 году, это ведь началось сразу с 2000 года с НТВ, если вы помните, Гусинский позволил себе выпустить материалы о резатском сахаре. Это было прямо за два дня до выборов в России, в марте в марте 2000 года, за два дня до выборов. Чуть-чуть раньше. Не-не-не, за два дня до выборов Юрий Николаев выпустил эту программу на НТВ. Буквально выборы были в воскресенье, материал этот появился в четверг-пятницу, прямо чуть ли не перед нем голосование. чуть раньше было проведено это расследование и оно попало в средства массовой информации и это обсуждалось и в общем это было подтверждение того, что я сказал еще в сентябре о взрыве домов. Вот. Ну, слишком агрессивно, слишком убедительно для общества были эти действия. Понимаете, Березовский, которого Путин выместил с территории России очень нецивилизованная форма, такая агрессивная, арест руководителя средства массовой информации Гусинского, который в Бутырской тюрьме подписывает отказ от акции своей компании. Понимаете, это очень сильное впечатление производило на всех, на губернаторах, особенно на тех, кто понимал, что происходит в России. В России чекисты захватывали власть самым нецивилизованным что ли путем. Народа это касалось, так сказать, во вторую очередь, но самое главное, это касалось элит, региональных в том числе элит, московских элит, которые поняли, что этот человек шутить не будет, он просто будет убивать, убивать, причем самое ближайшее окружение Собчак, я хочу вам напомнить, Анатолий Александрович Собчак, который агитировал за Путина, с моей точки зрения, был убит самим Путиным именно в момент, когда он пытался влиять на принимаемое решение корректировать Владимира, как он говорил, мне говорил, не волнуйтесь, если что-то произойдет, мы будем корректировать, то же самое мне говорил Борис Абрамович Березовский, не волнуйтесь, мы не допустим превращение этого режима в автократический, мы будем корректировать Владимира, сказал мне Борис Абрамович, понимаете, это желание корректировать, желание влиять и возможность влиять, это все-таки разные вещи, чекист не позволял чекист Путин влиять на принимаемые решения. Спасибо большое Константин Антонович за это очень интересное интервью, Константин Антонович Боровой, известный общественный деятель, политикоприниматель, подпишите, пожалуйста, на канал Константин Антоновича, на мой канал и до новую встречу. Спасибо огромное, Константин Антонович. Спасибо.